Добросаммит Всего Добросаммит объединил около 10 тысяч человек, часть которых презентовала молодежные социальные проекты. В основном — научной направленности. Представители Ковровской технологической академии, например, представили «Газель-беспилотник», с которой в этом году заняли второе место на всероссийском робокроссе. «Газель без водителя. И поехала под горку, покатила с задом. Я мгновенно сориентировался, как бывший десантник, убежал ее устанавливать. Смотрю, а ей управляют. Установили дополнительные привода, которые нажимают на сцепление, тормоз. При этом автомобилем также может управлять и человек одновременно. Ну и, соответственно, модернизировали механическую коробку передач. Так что с минимальными изменениями можно из любого автомобиля сделать робота». Если большинство навигационных систем выходят в миллионные затраты, то система Ковровских изобретателей бюджетная и вполне подходит для серийного производства. Глава региона Светлана Орлова заявила, что скоро во Владимирской области начнут выпускать беспилотные волгобасы. Еще одна площадка, которая привлекла внимание властей, была посвящена военной технике. «Здесь очень хорошо, кстати. Не холодно». Светлана Орлова, увидев коллекцию раритетных мотоциклов из личной коллекции ковровского бизнесмена, распорядилась выделить для экспозиции отдельное помещение. Сейчас в городе Герои на 40 миллионов рублей расширяет исторический музей. Рядом с ним и планируют открыть новую экспозицию военной техники, которая, к слову, вся в рабочем состоянии. Отдельное внимание главы города и области уделили интернациональному проекту в ЛГУ. В ВУЗе учатся более 700 иностранных студентов, представляющих около 20 государств. Кочугинский азербайджанец Микаэл в этом году выиграл на территории смыслов 200-тысячный грант, с помощью которого планируют наладить во Владимирской области мультикультурализм. Ее политика сейчас меняется, ситуация очень сложная в мире, постоянно возникают какие-то конфликты. А неосведомленность элементарная и какие-то стереотипы сводятся к каким-то определенным конфликтам. Это таким образом уже на расстоянии протянутой руки можно показать и рассказать о культуре какому-либо государству и сказать, что это не страшно. В ходе экскурсии по выставке губернатор Светлана Орлова также отметила проекты интерактивно-исторические, спортивные и экологические. И пообещала, что в Доме молодежи, который планируют открыть в ноябре, места хватит всем молодым энтузиастам. Такая гордость у каждого за район, за город свой. И это молодежь. То есть это не мы уже представляем, а это представляет уже молодежь. Потому что она представляет, значит она здесь будет жить, работать, твориться. Живи, люби, работай во Владимирской области. И, конечно, участники Добросамита отметили изменения, которые произошли в 800-ке за последние месяцы. Напомним, здесь провели реконструкцию, по итогам которой парк оброс новыми площадками и объектами. Огромное количество у нас велосипедных дорожек, спортивная зона там сделана. Благодаря Комитету по делам молодежи мы совместно эти программы у нас город и область. У нас финансирование велось. Это действительно парк стал для молодежи и семейного отдыха. В парке даже туалет с комнатой матери и ребенка появился. В планах также открыть к ноябрю интерактивную зону, посвященную Старому Владимиру. По словам сети менеджера Андрея Шохина, особенно эффектно. Она будет смотреться с колеса обозрения. Карина Романова, Станислав Трегубов, Губерния 33.